Нам, гражданам молодого независимого государства, повезло жить и трудиться в то время, когда каждый день вписывается в книгу истории развития нового Узбекистана. Мы становимся не просто свидетелями, но и непосредственными участниками событий, которые способствуют росту экономической мощи страны. В настоящее время на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате активно ведутся работы в рамках одного из значимых инвестиционных мегапроектов страны – освоение месторождения «Ёшлик-1», старт которому дал глава государства. Параллельно работам непосредственно на месторождении ведется строительство новых объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования рудника, а именно железнодорожных путей и станций, ремонтно-сборочных цехов горно-транспортного комплекса. Ведется строительство медной обогатительной фабрики номер 3, а также в рамках инвестиционного проекта освоения месторождения «Ёшлик-1» ведутся работы по расширению медиплавильного завода. Для контроля за строительством объектов металлургического комплекса в структуре комбината создана дирекция металлургического комплекса, укомплектованная квалифицированными специалистами. А специально для работников, занимающихся возведением новых металлургических объектов, в настоящее время на земельном участке площадью около 5,5 гектар строится временный городок, в структуре которого будет действовать 14 общежитий, административное здание, офис для дирекции и иностранных специалистов, столовая, рассчитанная на обслуживание 200 человек за один прием, складские помещения. Во временном городке планируется разместить около 1500 строителей. На начало января 2023 года выполнено уже 12 тысяч кубометров земляных работ, 1316 кубометров железобетонных работ, изготовлено 126 тонн металлоконструкции, выполнены работы по монтажу сэндвич-панелей стен площадью 7505 квадратных метров. Кроме того, выполнены работы по монтажу многослойных кровельных покрытий общей площадью 12 тысяч 820 квадратных метров. В эти дни ведутся работы по монтажу гипсокартона и штукатурной работы на стенах и потолках помещений. В целях увеличения мощностей медополонильного завода Алмаговского гонометаллургического комбината создана Дирекция по строительству металлургических объектов. На основании приказа президента от 26 мая 2020 года, 47-31, ведутся работы по проектированию базовыми инженерами этих металлургических объектов. На сегодняшний день на ближайшей территории к медополонильному заводу на площади 5,6 гектаров строится временный вахтовый городок, 14 единиц общежития, каждое общежитие по 100 мест и офис для дирекции металлургического комплекса. Здесь также строится для рабочих, для строителей столовая и склад. На рабочем городе будет построено две котельни для обогрева воды и комнат. Так как это временный городок, в основном эти объекты общежития построены в легком конструкции с сэндвичьей панели. Благодаря базальтовому слою сэндвичьей панели летом в этих помещениях будет прохладно, а зимой тепло. Помимо этого, эти материалы нам дают возможность быстро изготовления, быстрое завершение строительства. Работы здесь начались в ноябре 2022 году. Планируем мы заканчивать строительные работы сдачи объектов на февраль этого года. Строительные работы ведет Трест Алмалок Металлур Курлыш. Продолжение следует...